Новая рабочая неделя началась в городском округе Люберцы с оперативного совещания в администрации. О проделанной за отчетный период работе доложили руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Все подробности в материале моих коллег. В бассейне Геннадьевича представляется жилье в деревне Матяково. Еженедельное оперативное совещание началось на этот раз торжественно. Восемь детей-сирот, которые достигли совершеннолетия, получили ключи от собственных квартир. Всего в этом году по программе губернатора Подмосковья обладателями жилья станут 33 человека. На данном этапе вы вступаете в взрослую жизнь. Это поможет вам в этой жизни устоять. По крайней мере, будет какое-то свое гнездышко, где вы можете дальше развиваться, создавать свои семьи. Затем работу совещания продолжили в обычном режиме. Первыми свои доклады зачитали правоохранители. На прошлой неделе в Люберецкую полицию поступило 1900 обращений. Стражи порядка возбудили 36 уголовных дел, 30 из которых раскрыли по горячим следам. Также было 197 ДТП с шести пострадавшими. Личный состав занимается по плану. Никаких громких происшествий не произошло. Без громких происшествий прошла неделя и у люберецких спасателей. За отчетный период они осуществили 59 выездов по сигналу тревоги. На территории городского округа потушили четыре пожара. Все возгорания обошлись без жертв и пострадавших. 19 ноября в 13.55 загорание трансформаторной подстанции по адресу городского округа Люберца, проспекта Гагарина, у дома 24, корпус 2. В результате загорания трансформаторной подстанции обгорело электрооборудование в одной из двух секций на площади 10 квадратных метров, а также закопкили стены и полог по всей площади секции. Отчеты главе городского округа предоставили также сотрудники управления администрации. На встрече подвели спортивные итоги недели и рассмотрели жалобы и обращения поступающие от жителей. Заведующий Люберецкой подстанцией скорой помощи Алексей Сульдин рассказал о работе службы.